Всем привет! Сегодня у нас 5 июля, если я не ошибаюсь, и я приехала из магазина и решила сделать вам небольшой обзор на мои покупки. Надеюсь, вам будет интересно. Если вам нравятся такие видео, то оставайтесь со мной. Если нет, просто выключайте его. Итак, сегодня был у меня немножечко день шопинга. Я даже не знаю, с чего начать. Наверное, начну с вещей. Первое, что я сегодня купила себе, это вот такой вот подставку-органайзер для скотча. Тут уже даже скотч был в наборе. Она стоила всего лишь 150 рублей. Но до этого я хотела ее очень сильно купить, и она стоила 500 рублей. И я решила, что вот такой вот единорожек розовый 500 рублей просто не стоит. Вот он такой вот. И я решила, что скидка будет, будет, будет. Вот я дождалась этой скидки. 150 рублей, и он есть у меня. Это единорог из Ancient D. И если вы хотите такой купить, то можете поехать сейчас в магазин, его там купить. И сейчас он скидки один везде. Далее я купила себе еще один брелочек. У него такой очень серьезный замок. И это опять единорог. И он безумно красиво светится на солнце. Мне очень нравится. Он не сыпется. Это плюс большой. И он тоже был на скидке. Он стоил 400 рублей. Я его не видела, когда он стоил 400 рублей. Надеюсь, даже это хорошо было. И сегодня я его купила тоже за 150 рублей. Это тоже H&M. И я не знаю, он мне просто очень сильно понравился. Он легкий. Замок тут очень-очень серьезный у него. Вот так он открывается. И я не знаю, куда я его буду прицепливать. Но он просто безумно красивый. Замок только тяжелый у него. А так... Человека 23. Почему бы и нет? Вот такие у меня были небольшие покупки из H&M. Далее я пошла в следующий магазин. И это был мой любимый Сенсей. Или Сенсой? Сенсей. И вот эту футболку я там купила на скидке. Практически 200 рублей она стоила. И сегодня были там опять скидки такие же на футболку. И мне захотелось еще одну. Белую в этот раз. Вот такая она. Она большая очень. Она свободная мне. Это размер M. Но при этом она намного больше. Я не знаю, размер M это который будет 40. Я не знаю. В общем, она не обтягивает. Что я не люблю. Тут нашивка очень красивая. Да, это действительно нашивка. И стоит она 200 рублей на скидке. До этого стоила около 800-900. Тут где-то так. Просто белая футболочка. 100% хлопок. Вырез, правда, какой-то не очень. Который я бы носила. Но на лето, думаю, самое то. С шортиками или со штанишками. Будет хорошо. Далее я зашла в Бёршка. И я искала себе лосины. Потому что я их люблю носить. Несмотря на то, что у меня фигура не очень прекрасная. Не такая спортивная. Но почему бы и нет. И я нашла лосины, которые были в единственном размере. В единственном цвете. И на них была скидка. Вместо 2000 рублей они стоили 1000. Я решила их померить. И они мне очень даже подошли. Они вот такие вот. Это размер М. У них тут есть вставочки такие, что вашу ножку будет голую видно. Но я смотрела, не так сильно видно. Они короткие. Примерно сантиметров 15. От ступни, я думаю. Мне нравится цвет. Он такой немножко военный. Интересный. Они тянутся. Я думаю, что я буду их носить летом. То есть сейчас. Почему бы и нет. Там куда-то поехать. В поездку какую-то. Вместо джинс. Это намного удобнее, чем что-то на застежках. Далее. В обычном магазине. Я даже не помню в каком. Я купила вот такие носочки. Следки. Подследники. Это называется подследники. Я всю жизнь думала о носочке. Вот такие вот подследники. Одна пара стоит 50 рублей. Это 78% хлопок. Кажется, это даже в ленте я купила. Размеры вот такие гигантские. Я хотела взять белые, но белых не было. Поэтому я взяла такие вот. Вам не видно. Нежно-розовые и серые. Я думаю, почему бы и нет. Также я купила себе сланцы, шлепанцы. Как вы их называете? Я не знаю. Все их называют по-разному. Я называю это сланцами. Обычные. Они были тоже на скидке стоили 90 рублей. Всего лишь 90 рублей. Почему бы и нет. Потаскал, потаскал и выкинул. И самая главная моя вещь. А нет, не самая главная. Еще одна вещь. Я купила себе еще вот такой вот кабель за 150 рублей. Просто заряжать телефон. Потому что мой кабель, я его уже меняла. Где-то на... Господи. На втором году жизни моего телефона я меняла кабель. У меня был он белый. И у меня здесь он раскрошился весь. И вот новый. И он тоже опять весь полетел. Со всех сторон. И я не знаю. Они не такие... Не знаю. Не долговечные делают. И как-то это неприятно. И поэтому я купила съемный USB кабель. Он походит для Samsung, HTC, LG, Sony, Nokia и так далее. Также такие есть для iPhone. И это тоже в ленте. Тоже на скидке. Реальную цену я не знаю, честно. Так вот. Самая главная вещь, которую я купила. Я купила себе купальник. Скажу так. У меня есть купальник, но он уже выцвел. Ему уже больше 4 лет. И он раздельный. И я смущаюсь. То есть мне не нравятся мои фигуры. Я смущаюсь своей фигуры. Очень сильные. Мне не получается худеть. У меня большие проблемы с гормонами. И мне нужно ко врачу сходить. Я, кстати, на следующей неделе пойду. Но суть в том, что я нашла купальник в таком вроде бы, не знаю, магазине, в котором я обычно ничего не покупаю. Называется Мармелада. И я сделала карту, которую мне нужно будет зарегистрировать, накопительные бонусы. И этот купальник стоил, я не помню, около 2000. Вот он такой вот в полосочку. Да, да, да. Полосочка такая. Она делает людей толще. Бла, бла, бла. Всякая такая вещь. Но это единственный купальник, который мне подошел. Я хотела многие купальники там померить. Я их мерила. Но все раздельные купальники на мне смотрятся ужасно. То мне здесь не нравится, то мне внизу не нравится. То плавки какие-то. Они очень короткие. Такие ниточки. Это... Кому это? Может быть, кто-то это носит. Но я не могу носить такое. А бикини само с одной лямочкой, с маленькими лямочками. В общем, мне не понравилось. И я начала такая... Надо найти что-то цельное. Цельное я тоже долго выбирала. Я ходила на Чиндэм. Я ходила в Бёрджку. Я ходила в Страдивариус. Но я не видела ничего. Мне ничего не подходило. И я очень сильно расстроилась. Что ж, голова заболела. И я его нашла. Да, вот такой вот купальничек. Полненький такой. Свимсот. Вроде по-английски свимсот будет. У него тут есть чашечки. И... У меня домофон звонит. И мне настолько... Настолько будет жалко. Не знаю. Я хотела бы выключить. Будет в нём купаться. Потому что он беленький. И куча нашивок. Но его можно носить как боди. Шорты и пошёл. А сзади тут такие вот рюшечки у него. То есть спина открыта. Но в то же время она прикрыта полосочками. В общем, я безумно рада ему. И да, я не знаю. Я хотела выключить камеру зачем-то. Ну ладно. Далее я купила вот такие вот... Тут есть сотей. Сотейник решето. Вот, в общем, такой набор. Он стоил 200 рублей. Я езжу часто на речку, на природу. Я думаю, это очень хорошая вещь будет с собой. Далее. Сейчас немножечко ускорюсь. Я купила вот такую водичку, чтобы носить её с собой. Она стоила около 9 рублей. Также я купила кефир. Я не знаю, сколько он стоит, если честно. Купила два чуда. Оно было на скидке. Ягодные. Северные ягоды. Малина и ежевика. Они стоили по 27 рублей на скидке. Также я купила вот такие вот две фруктоняня. Они были без скидки. Они стоят 40 рублей примерно. Также я купила... Купилля. Ля-ля-ля. Купила вот такую вот фруктоняня. Я такую не пробовала с клюквой и малиной. Надеюсь, она будет не сильно сладкая. И стоила она тоже где-то 50 рублей. Мне просто чётко топить хотелось. Также куплен у меня чай. Да. И творог. Два обезжиренных творога. Всё. В принципе, я немножко ускорила, чтобы не расфусоливать вещи по поводу продуктов. Зачем о них рассказывать. Я просто очень сильно счастлива своему купальнику. И я просто вам похвасталась. Не то, что похвасталась, а поделилась, что есть такие купальники. И очень много новых вещей в мармеладе. Если у вас есть мармеладе или у вас есть момент, что вы можете поехать в мармеладе, то я вам советую поехать. Сейчас многое там на скидке. Я думаю, что вы подберёте себе либо купальник, либо рюкзак. У него рюкзаки там очень сильно понравились, с пайетками. Но пока мне не нужно. У меня вот есть рюкзак. И да, я надеюсь, что я буду всё-таки в нём купаться, потому что он такой, не знаю, я слишком много внимания ему уделяю. Такое ощущение, что он вязанный. Но он мне очень нравится. Я боюсь, что если я его испорчу. Да. Очень боюсь. Я всё равно буду в нём купаться. Да. Что ещё могу сказать из новенького? Я не знаю. Вроде я больше ничего такого не купила. Да. Поэтому спасибо, что вы посмотрели моё видео. Советую вам съездить в ТРЦ в ближайший, погулять вам, что-нибудь купить. Желаю вам... Сегодня у нас четверг. Да. Желаю вам хорошего окончания недели и заранее прекрасных выходных. И увидимся с вами уже скоро, потому что у меня уже родители пришли. К сожалению, да. Всем пока. Улыбайтесь больше.